Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу пророка Наума. На очереди у нас вторая глава. Пророк обращается к главному врагу иудейского народа, к тем, кто для иудеев был в то время апофеозом мирового зла, к ассирийцам. Подымается на тебя разрушитель, обращается пророк к Неневе, столице Ассирии, и ко всем ассирийцам. Охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами, ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошали их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Господь восстановит величие Израиля, величие Иакова. Возможно, здесь следует этот стих понимать тоже в эсхатологической перспективе. Рассеянные десять колен, они, как известно, не вернулись. Они были рассеяны по всей Ассирийской империи, даже за ее пределами. А вот здесь говорится о восстановлении Иакова и Израиля. Вообще, у поздних пророков Иаков и Израиль это обозначение и иудеев тоже. Иногда под именем Иудеев понимается также все двенадцать колен, иногда под именем Израиля, и чаще всего под именем Израиля понимаются не только северные колена, у поздних пророков иудейских, но и вообще все двенадцать колен. Вот и здесь тоже предвозвечается, что восстановит Господь величие Иакова, величие Израиля. Израиль, Иаков — народ Божий, и какова его дальнейшая судьба? Она в руке Божьей. Есть пророчества, есть такие слова в Священном Писании, которые говорят о том, что в эсхатологической перспективе, в будущем, в дне Господнем, Господь соберет и те колена, которые были рассеяны, ассимилированы в результате ассирийской политики и депортации в пределы коренной ассирии, о судьбе которых мало что известно, но вот о судьбе ассирий мы знаем. Она погибла. Погибла память ее шумом. Наступила новая вавилонская эпоха. Ее наступление предвозвещает пророк Наум. И вот этот разрушитель первого стиха, который подымется на Ниневю, на Ассирию, это вавилоняне. Вавилоняне исполняют волю Божью для того, чтобы уничтожить ассирию. А вот судьба Израиля, она тоже в руке Божьей, и Господь восстановит величие Иакова и Израиля. Иаков и Израиль – это одно и то же. Здесь метанемия. Иаков обозначает собой тоже всего Израиля. Третий стих второй главы. «Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных. Огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется». Описывает пророк вавилонское войско, осаждающее Ниневю. «По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Колесницы вавилонян, уничтожающих ассирийское войско. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем, поспешают на стены города, но осада уже устроена. Осада Нинве, столица Ассирий. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается». Пророк в своем пророческом видении, видении падения Нинве, столицы Ассирий, видит все очень ярко, наглядно, рельефно. Как бы он сам является участником этого события, как бы он сам находится на одной из улиц Ассирийского города, Ассирийской столицы, которая стояла на реке, и у нее были речные ворота, они отворяются. Дворец царский разрушается вавилонянами. Решено, седьмой стих, «она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь». «Она», потому что город на иврите женского рода. И часто город, будь то Вавилон, Ниневе, или будь то иудейские города, или израильские, описываются метафорически в образе женщины. Для русского перевода есть замечательное слово «столица». Если бы слово «столица» русское не было бы женского рода, я не знаю, как бы из этой ситуации выходили переводчики. Например, в книге «Плач и Реми» Эйха как раз через слово «столица» переведен город, потому что там развивается женская метафора, где город представлен в образе женщины. Город на русском языке – слово мужского рода, и метафора разрушается, если не сохранить этот женский род. Ну вот через слово «столица», попутно заметим, в книге «Плач» переводится слово «ир» – город. «Решено» – это божественное определение, божественный вердикт, божественное решение. Оно не оспаривается, его невозможно оспорить. Этот город представлен в образе женщины, которую обнажают и уводят в плен. Ассирийцев постигнет та же участь и то же наказание, которому они подвергали тех, кого захватывали они в свое время. Неневия со времени существования своего была, как пруд, полный водою, а они бегут. Стоите, стоите, но никто не оглядывается. Пророк как бы сам является участником вот этого события 612 года до нашей эры, события конца Неневии. Взятие вавилонянами этого великого города. Звучит призыв в 9 стихе. «Расхищайте серебро, расхищайте золото, нет конца запасом всякой драгоценной утвари. Все себе свезли из захваченных царств-государств, из Дамаска, из Шамрона, из Египта. Отовсюду свезли ассирийцы и наполнили свои дома, свои дворцы наполнили награбленным золотом, награбленным серебром и драгоценной утварью. И вот теперь это все достанется их врагам, вавилонянам». И пророк говорит, «Разграблена, опустошена и разорена она, столица Неневия. И тает сердце, колени трясутся, у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели». Здесь образ роженицы, женщины, которая на сносях, которая вот-вот родит. Ее мучают схватки предродовые. И вот такими чертами, таким образом описывается, с помощью этой метафоры, этого образа, описываются муки Нинве, описываются муки Ассирии, города, который осаждает враг, вавилоняне. «Где теперь логовище львов и то пастбище для львят, по которому ходил лев, львица и львенок? И никто не пугал их, лев, похищающий для насыщения щенков своих и задушающий для львиц своих, и наполняющих добычей пещеры свои и логовище свои похищенным». Здесь враг Ассирия в образе льва. Лев могучий, царь зверей, в тех местах, на Ближнем Востоке вообще, и в Палестине, в частности, и в Междуречии, водились в большом изобилии львы когда-то. Сейчас этих великих, могучих животных нет в тех краях, но когда-то их там было много. И часто лев изображает в пророческой литературе, образно изображает самого Господа. «Господь зарычит Сионы и даст глаз в Иерусалима», начинает свою проповедь пророк Амос. Эти слова потом повторяет Иоэль. Также в книге «Осии» образ льва прилагается часто к Господу. Бывает так, что образ льва прилагается и к людям. Царь Давид, лев, символ льва, символ царского колена, колена Давидова. Другие разные использования этих образов имеются в библейских книгах. Вот здесь лев — это Неневия, это Ассирия. Лев грозный, похищающий, раздирающий, истребляющий, захватывающий добычу и тащащий ее в свое логово для своих львов, своих львят, молодых, вот этих вот кфир. Логово — это столица. Неневия — это логово ассирийского царя. И туда он тащил все для своих, как лев тащит все для своих детенышей, растерзанную им добычу, так этот тащил все награбленное и расхищенное в захваченных царствах-государствах. Тринадцатый стих заключительной второй главы звучит так. «Вот я на тебя», — говорит Господь Саваоф. Господь Цебаот, Господь воинств, Господь армии, так здесь называют его пророк. Армия Господня, его полчище, оно непобедимое, это полчище. И вот здесь армия Господня — это вавилоняне. Казалось бы, они выполняют приказы своих царей вавилонских, но на самом деле все ведь в руке Божьей. И все в его власти. Он единственный суверен, и он единственный верховный главнокомандующий на всей земле. И тогда, в VII до Рождества Христова веке, и в Римскую эпоху, и в Средние века, и сегодня, в XXI веке, единственным главнокомандующим всех армий на всей планете является Господь Саваоф. Об этом мы не должны забывать, — говорит пророк. «И сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львят твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет больше слышен голос послов твоих». Что это за послы? Неясно. Ну, может быть, это те, кто приходили в вассальное царство государства, захваченное Сирией, для того, чтобы диктовать исполнение условий вассальных договоров. Сам Господь вооружается, идет против Ниневии, против столицы Ассирийского царства, заступается за свой народ и совершает в отношении Ассирии отмщение, сокрушая Ассирию руками вавилонян. Так заканчивается вторая глава книги пророка Наума. Запись делается для библейского портала «Экзегет». Продолжение следует...